Что будет с имуществом супруга при банкротстве? Все, что куплено в период брака, является общим имуществом супруга. Финансовый управляющий обязан выявлять все имущество должника. Что будет с имуществом супруга при банкротстве? Минус банкротства. Всем привет, с вами на связи Наталья Катряева, арбитражный управляющий, специализируясь на банкротстве физлиц, более 100 процедур в производстве, работаю по всей России. Почему я записываю это видео? Потому что в сентябре в четырех делах, где я провожу процедуру банкротства как финансовый управляющий, было выявлено имущество, которое зарегистрировано за супругом должника и куплено в период брака. Что будет с данным имуществом? Оно будет включено в конкурсную массу и будет продаваться на торгах. Почему? Вот сейчас как раз в этом видео мы и будем разбираться. Если вам нужна бесплатная консультация по банкротству физлица, а именно целесообразно ли в вашем случае инициировать процедуру банкротства, контакты в описании, ссылка на сайт в описании, оставляйте заявку, консультация бесплатная. Также, чем я могу быть полезна? Провожу процедуру банкротства по всей России, также обучаю юристов и для тех, у кого нет денег на юристов, есть курс по самостоятельному банкротству. А также попрошу каждого, кто смотрит это видео, поставить лайк, подписаться на мой канал, это меня мотивирует еженедельно для вас выкладывать свежие видео. Все, что куплено в период брака является общим имуществом супругов, вне зависимости на кого это имущество зарегистрировано. У нас действует презумпция общей собственности. И если имущество должника зарегистрировано супруга и куплено оно в период брака, половина принадлежит должнику. Как можно сохранить имущество, которое зарегистрировано за супругом должника, которое куплено в период брака? Выход один, как до банкротства, так и во время процедуры банкротства, у меня в практике такие случаи были, чтобы супруг подавал иск о разделе общего имущества в суд общей юрисдикции. И доказывал, что, к примеру, купленный автомобиль, да, он куплен в период брака, является его личным имуществом, к примеру, деньги, полученные в дар на его покупку, или само имущество получено в дар. Также личным имуществом супруга является то имущество, которое получено по наследству. Если суд вынесет соответствующий судебный акт, что данное имущество является личным имуществом супруга, то в деле о банкротстве данное имущество, объект, движимый, недвижимый, продаваться, реализовываться не будет. Важно знать, все имущество, которое куплено супругом должника до брака, является его личным имуществом и в конкурсную массу должника не включается. Частый вопрос. Что будет с имуществом, которое оформлено на супруга должника и куплено в период брака, но которое находится в залоге у банка? Возможно ли его сохранить? Разъясняю, какой порядок действий будет. Финансовый управляющий также будет организовывать торги, продавать залоговое имущество, вырученные денежные средства погашать в счет требований залогового кредитора. То, что останется, половина уйдет супругу должника, половина будет включаться в конкурсную массу для погашения требований кредитора самого должника. Я это не придумываю. Я лично веду подобные дела. Вот, к примеру, в октябре я не смогла завершить процедуру банкротства, в связи с тем, что мною было выявлено общее имущество, которое зарегистрировано за супругом должника, и это имущество являлось залоговым – автомобиль. Оснований для исключения этого имущества из конкурсной массы не было. В связи с тем, что стоимость залогового имущества в районе 500 тысяч рублей рыночная, остаток по залоговому кредиту – 150. Следовательно, при продаже предмета залога хватит денег и погасить требования залогового кредитора, и погасить реестр требований должника, и половину вернуть супругу. Однако, если в вашем случае ситуация иная, то есть у вас вырученных денежных средств не хватит от продажи предмета залога погасить требования залогового кредитора, и смысла в реализации данного имущества в рамках проведения процедуры банкротства нет, то есть основания подать ходатайство в суд об исключении данного имущества из конкурсной массы. Важно знать, что при продаже общего имущества супругов, финансовый управляющий также оценивает данное имущество, организовывает торги, заключает договор купли-продажи на продажу этого имущества, вырученные денежные средства аккумулируются на счету должника, и 50% из этой суммы возвращается супругу должника, и 50% включается в конкурсную массу для погашения требований кредиторов должника. За исключением, если супруг должника является созаемщиком или поручителем по обязательствам должника. Разъясняю вам всю эту информацию, я хочу, чтобы вы были бдительны. На рынке, к сожалению, много юристов и юрфирм, которые утверждают обратное, которые гарантируют, что имущество супруга в деле о банкротстве никак не фигурирует, что финансовый управляющий запросы в регистрирующие органы по супругу не направляет. Отнюдь нет финансовый управляющий обязан выявлять все имущество должника, в том числе и общее имущество супругов. Запросы делаются как и по должнику, так и по супругу должника во все регистрирующие органы, даже если был развод в рамках трехлетнего периода до даты возбуждения процедуры банкротства. Поэтому развод, если вы планируете его в ближайшее время, чтобы имущество не проверялось в вашем деле о банкротстве, не поможет. Если вам это видео было полезным, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. А также, если нужна бесплатная консультация по банкротству, все контакты в описании. Не стесняйтесь, звоните, пишите, мои помощники вас проконсультируют. Субтитры создавал DimaTorzok